Здравствуйте! В эфире наш день в студии Мария Денисенко и сначала коротко об основных темах выпуска. Будьте молодыми профессионалами! Дагестан вас любит! Десятки региональных флагов развиваются над островом. На Сахалине стартовал финал национального чемпионата WorldSkills. В четверг молодые профессионалы приступили к конкурсным испытаниям. Черный день для большегрузов. КамАЗ щебнем перевернулся на кольцевой развязке в районе Новотроицкого. Обошлось без пострадавших. А в кабине этого грузовика погиб пассажир. Водитель получил травмы. Автомобиль вылетел с дороги в Углегорском районе. Это у меня по заказу, по моему проекту была сделана эта мелкая. Закат из красноперки, речка из щуки. В Международный день коренных народов. Познакомимся с мастерицей по рыбьей коже Вероникой Осиповой из Ноглик. Тему национального колорита продолжит ансамбль «Пила Кен». Известный сахалинский коллектив принял участие в фестивале «Манящие миры. Этническая Россия». Мы познакомились с другими народностями севера, о которых мы до этого мало слышали. По воде, как по снежному склону, побываем в Озерском. Здесь летние тренировки проводят сахалинские лыжники и сноубордисты. И начнем выпуск с необычного для Сахалина явления. Самый настоящий торнадо разбушевался в четверг на территории одного из супермаркетов на юге областной столицы. Как поясняют его сотрудники, поднимающийся вверх стол пыли они заметили во время обеденного перерыва. По данным синоптиков, торнадо мог возникнуть из-за разницы температур. Когда прогретый воздух идет вверх, а на его место врываются холодные потоки. Вихрь несколько минут покружил перед супермаркетом, а затем ослаб и распался. И к другим темам. Финал шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы» стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественная церемония прошла во дворце спорта «Кристалл». Наиболее ярким ее моментом стала встреча флага WorldSkills, который доставили на остров из Китая. До этого он путешествовал по всем континентам и странам, где проводились международные соревнования. Национальный финал на Сахалине – знаковое событие. Именно поэтому важно сделать все ярко, красочно и масштабно. Еще до начала мероприятия в холле уже практически никого нет. Все спешат занять места в зале. Например, команда из Татарстана действительно за это переживает. Ведь у них одна из самых многочисленных делегаций. Мы представлены в 44 взрослых компетенциях и в 15 компетенциях WorldSkills Junior. У нас 81 конкурсант и 51 эксперт. Но мы одна из самых многочисленных делегаций. Общее число нашей официальной делегации – это 155 человек. Безусловно, мы готовы к конкурсным дням. Очень надеемся на высокие результаты и настроены на победу. Разместиться смогли все. Региональные флаги развиваются над головами. Они ясно дают понять, где расположилась каждая из делегаций. На старте – история соревнований и знакомство с главными экспертами. А позже десятки волонтеров приветствуют гостей. Не забыли и про творческие нотки вечера. Вокально-танцевальный ансамбль исполняет известную песню Яна Френкеля. Поздравить участников спешат первые лица страны и, конечно же, принимающая чемпионат сторона. Приветствую вас на финальном этапе национального чемпионата молодых профессионалов ворстилл России. Впервые в национальном финале участвуют все регионы России. А сам конкурс проходит на Дальнем Востоке, который сегодня активно развивается. Присутствуют наши солнечные ребята из Дагестана. Ребята, как у вас дела, как настроение? Расскажите. У вас прекрасное настроение, потому что Сахалин прекрасен. Волтсхилл с Раша – это здорово. Будьте молодыми профессионалами. Дагестан вас любит. Старт дан. Теперь молодые профессионалы выходят на основной этап. В ближайшие дни они покажут все, на что способны. Результаты узнаем на церемонии закрытия. Она вновь объединит всех под сводами Ледового дворца «Кристалл». Три, два, один. В четверг после торжественного открытия стартовала деловая и конкурсная программа чемпионата молодых профессионалов. Команды своих регионов приехали поддержать сотни людей. Новгородскую делегацию возглавил губернатор Андрей Никитин. В ее составе 12 человек, 6 студентов и столько же экспертов. Мы не так давно начали работать в движении «Волтскилз». В прошлом году на нацфинале у нас был один участник, сейчас уже 6. И действительно для меня важно и команду поддержать, и посмотреть, насколько хорошо и как все это организовано. Потому что мы планируем в 2021 году принять тоже национальный финал. Мы мечтали о том, что Андрей Сергеевич встретится. Он пожал руку нашим участникам. Это действительно очень здорово. Поэтому я думаю, это будет еще каким-то определенным стимулом для них выступить лучше, постараться. Новгородский губернатор назвал свой регион кузницей кадров с тысячелетней историей и не исключил возможности, что кто-то из его ребят захочет остаться на Сахалине. В четверг Андрей Никитин и Олег Кожемяка подписали соглашение о сотрудничестве. Губернаторы договорились о взаимодействии в разных отраслях экономики и культурной сфере. В частности, речь шла о туризме и лесной промышленности. Пока только-только находимся в начале пути. Развитие деревянного домостроения, чему сейчас удивляется большое внимание. Думаю, что мы могли бы наладить сотрудничество, обмениваться специалистами, обмениваться опытом. Это шло на пользу обеих регионов. Деловая часть чемпионата молодых профессионалов каждый год выходит не менее насыщенной, чем сами соревнования. Пока студенты состязаются в умении стричь, печь, строить и моделировать, эксперты всероссийского и мирового уровня обсуждают, как именно должно развиваться профессиональное образование. Сегодня на дискуссионной площадке в Южно-Сахалинске своими взглядами с коллегами поделились президент WorldSkills International Саймон Бартли и заместитель министра образования и науки России Ирина Потехина. Чтобы повысить производительность труда, нужны кадры высокого уровня. Эта миссия и возложена на WorldSkills. По словам Роберта Уразова, Союз молодые профессионалы призван не образовывать человека, а готовить его к конкретному виду деятельности. В четверг стартовала деловая программа. Одна из основных тем – роль подготовки кадров в росте экономики страны. Одни профессии будут исчезать или преобразовываться, но будут появляться другие. И вопрос именно в том, чтобы нос по ветру держать. Вовремя и центры опережающей подготовки должны появляться. И WorldSkills будет упаковывать эти требования рынка в новые компетенции, в новые профессии. В этом и задача. Миссию по изучению востребованности профессии будущего возложат на центры опережающей подготовки. Соглашение о создании одного из таких в четверг было подписано между Союзом молодые профессионалы и Новгородской областью. Сахалин тоже намерен подхватить инициативу. Мы тоже создадим такой центр опережающего развития. И я думаю, что здесь не только уровень компетентности региона. Нам нужно объединить усилия всех органов власти – федеральных, региональных, местных, бизнеса – для того, чтобы создать такие площадки, которые бы в ускоренном режиме готовили специалистов, которые востребованы на рынке труда сегодня. Генеральный директор Союза молодые профессионалы отмечает, Россия в вопросе подготовки кадров активно продвигается вперед. Сегодня в стране насчитывают около 200 колледжей мирового уровня. Более половины стремятся к этой высокой планке. Мы только в процессе. Нельзя говорить, что это финальный результат. Мы получили большую инициативу по проведению демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills. И пока там принимают участие не так много студентов и только около 30% колледжей. Но что важно, если в прошлом году этот экзамен сдал 17%, то есть могли подтвердить свое мастерство на мировом уровне лишь 17% детей, в этом году это 28%. Сахалинские власти добавляют, регион стремится акцентировать внимание на отраслях, не связанных с добычей нефти и газа. Это прежде всего туризм, сельское хозяйство и сфера услуг. Мы должны переоценить систему переподготовки и подготовки кадров профессии. Это целый комплекс вопросов, который важен и для власти, и для людей, и вообще для развития региона. Здесь и нам, и городским властям, есть о чем подумать, потому что мы понимаем, что для того, чтобы принимать такие чемпионаты, такое количество гостей, очень много надо видоизменить, совершенствовать в городской среде, и над чем мы, безусловно, будем работать. А президент WorldSkills Саймон Бартли свою очередь подчеркнул, важно учитывать не только профессиональную подготовку. Современные технологии развиваются быстрыми темпами, так что без них новая реальность невозможна. Известный сахалинский ансамбль «Пила Кен» вернулся домой после долгого путешествия по стране. Коллектив принял участие в фестивале «Манящие миры. Этническая Россия». Он представляет традиционную и современную культуру коренных малочисленных народов Севера. Репертуар ансамбля «Пила Кен» – это целый калейдоскоп театрализованных постановок. Они помогают артистам раскрыть самобытный мир сахалинских нифхов. Символично, что в Международный день коренных народов мира национальные мотивы звучат даже в аэропорту. Артисты «Большого солнца» – именно так переводится название ансамбля «Пила Кен» из Некрасовки – вернулись вдохновленными с гастролей по российским городам. Усталости нет и есть большое желание поделиться впечатлениями с друзьями. Этим утром их здесь немало. С культурой сахалинских коренных малочисленных народов творческий коллектив познакомил как зрителей, так и других участников большого проекта «Манящие миры. Этническая Россия». Покорили именно мужские игрища, национальные игры «Нивхов». Покорили девочки, показывали национальные игры в ладоши. Мальчики показывали свои умения на мужских состязаниях. И зритель очень тепло принимал именно силовые наши моменты, которые есть в национальных играх. В ансамбле я уже 11 лет, как бы с малого возраста. А поездка, да, поездка у нас была очень замечательная, нам очень всем понравилось. И познакомились с новыми людьми, с новой культурой. Города нас принимали все очень хорошо, публика была вообще замечательная. А ведь эта поездка могла бы и не случиться. Коллектив не может себе позволить большое путешествие по стране. Но областной центр народного творчества получил грантовую поддержку. И проект участия Нивского ансамбля «Пелакин» во Всероссийском кочующем фестивале смог воплотиться в жизнь. Компанию «Сахалин Энерджи» подали заявочку. И буквально в последний момент, им буквально нужно было через две недели уезжать, мы узнали, что о нас одобрили нашу заявку. И тут, конечно, были сложности с приобретением билета. Потому что август, это конец июля, начало августа, это жаркий, горячий период для туроператоров, для самолетов. Тут, конечно, были определенные сложности. Но, слава богу, все разрешилось буквально в последний день. На фестивале представители коренных малочисленных народов Севера Сахалина сумели раскрыть красоту своей культуры. Внесли разнообразие и колорит в общую этническую программу. В следующем году ансамбль отметит юбилей – 60 лет со дня создания. Национальный коллектив надеется блеснуть своим талантом не только за пределами области, но и страны. Снять, высушить и размять – вот и вся техника выделки рыбьей кожи. Секретами этого уникального мастерства владеют только дальневосточные коренные народы. И если раньше из шкурок делали необходимые в быту вещи, то сегодня они служат искусству. В День коренных народов мира мы познакомим вас с мастерицей из Ноглик. Вероника Осипова – художник и хранительница старинных умений. Сейчас готовит экспозицию для фестиваля «Живые традиции», который через неделю откроется в Южно-Сахалинске. Я ее сняла с рыбы. Нож какой-то специальный нужен? Обыкновенный нож. Обыкновенный нож, но я ее, когда вот так целиком снимаю, я, конечно, стараюсь подзаморозить рыбку. Она лучше снимается потом. Красноперка, кунжа, сима, кижуч, щука, бычки – в дело идет любая шкурка. Вероника шутит – рыбу с кожей в ее доме не найдешь. Разве что кто угостит. Одно из последних творческих открытий – тонкая кожа свежего ментая. В таком виде он впервые попал в руки мастерицы. Вот она сейчас сохнет. Это вот ментай как раз тот самый. Это вот вы ее сняли. Она там… Это она в чем лежит? Это вода. Вода. Мне ее почистить, очистить же от чешуи надо, от всяких этих. Ну, тут немножко неудачно сняла. Я даже не ожидала, что он такой будет. Потому что вот в замороженной магазине он такой плотный. А это свежий. А это вот свежий ментай. Это он как совсем. Вообще другой. Он прям меня уже поразил прям. В мастерской, которая занимает половину жилой комнаты, можно найти еще десятки самых разных уже выделанных и еще жестких шкурок. Здесь же эскизы, наброски, чуть-чуть недоделанные работы. В 20 лет Вероника Осипова вряд ли могла подумать, что станет мастером по рыбе и коже. Голова была занята другим. После рождения сына она попала в сувенирную мастерскую. Здесь работали вообще со всем возможным сырьем. От кости до меха. Тут-то и вспомнились уроки в художественной школе в Некрасовке. Кусочек такой кожи попался. И вот я сидела с ним неделю, наверное, и там и как-то и так, и сяк его потом приложила. И вот просто идея, да, быстренько так пришла. И получилась у меня такая своеобразная рыбакит. Ну, я ее там назвала. Я даже не помню, как ее назвала. Их миф, наверное. Их миф – это Сахалин. И у меня сразу краеведческий музей наш Сахалинский, Южно-Сахалинский. Ее забрали она там теперь. И понеслась рыба, рыба и еще раз рыба. Желательно свежая. Красноперка становится закатным небом, щука, таежным мхом, кунжа, рекой. Я и сама ее могу поймать, и в магазине купить. И так у участников. То есть это рыба, это все. Я с ней и сплю уже, и ем, и все на свете. Это уже как бы… То есть все это уже, я с этим живу. Работы Вероники разлетелись не только по Сахалину, но и по другим странам. Она признается, что, как и любой творец, не очень жалует работу по заказу. Но и это бывает интересно. Создать из рыбьей кожи буровую платформу или хитрую лису. Немного добавить цвета. Хотя на самом деле рыба этого не требует. Она структурная, рельефная, живая, тонкая. Она может превратиться во что угодно. Главное – правильно подготовить шкурки к работе. После сушки кожу еще нужно тщательно размять. Это у меня по заказу, по моему проекту была сделана эта мелкая. Вероника не любит заниматься собирательством. Лишний хлам быстро покидает ее квартиру. Остается только самое необходимое для творчества. В работе уже несколько новых картин. А между делом мастерица осваивает новые для себя традиционные техники. У нас мастер-класс был, приезжали ахинские мастерицы по вышивке. И вот я взяла у них этот мастер-класс. Ну, чтобы не валялась по углам вот эта вышивка, я ее быстренько сделала. Больше десятка работ Вероники Осиповой на прошлой неделе отправились из Ноглика в Южно-Сахаленско, в багетную мастерскую. Им уже придали выставочный лоск. Картины будут представлены на фестивале «Живые традиции», который в пятый раз откроется в областном центре 17 августа. Здесь же и можно будет полюбоваться на уникальные произведения Вероники. Сейчас наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». Черный день для большегрузной техники. В Новотроицком на кольцевой развязке перевернулся КАМАЗ со скальным грунтом в кузове. Он ехал со стороны Октябрьского, на повороте машину занесло. Итог автомобиль на Баку, а его груз на проезжей части обошлось без пострадавших. В Углегорском районе произошло похожее ДТП, но последствия в разы трагичнее. Пассажир кабинетово грузовика погиб. Водитель получил травмы. Машина вылетела с дороги, ведущей на месторождение каменного угля. Сотрудники уголовного розыска в Южно-Схалинске задержали 27-летнего, ранее неоднократно судимого, жителя Паранайска. Его подозревают в целой серии квартирных краж. Как отмечают правоохранители, в последнее время им стали часто поступать заявления о преступлениях, совершенных под покровом ночи. Полицейским установлено, что в дома злоумышленник проникал через открытые окна и двери. Пользуясь тем, что все люди спят, он осматривал комнаты, брал первое, что попадется под руку, после чего скрывался. В результате комплекса оперативно-ростных мероприятий личность гражданина была установлена, а сам он задержан. Возбуждено уголовное дело по краже, совершенное с незаконным проникновением в жилище. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Ему грозит заключение на срок до шести лет. Пропавший Шибунина мужчина найден мертвым. Его искали две недели. 27 июля Сергей Кончичев вышел из дома в состоянии алкогольного опьянения. 8 августа в лесу у реки неподалеку от села был обнаружен его труп без внешних признаков насильственной смерти. Следователи отдела по Невескому району устанавливают обстоятельства произошедшего. Обратная сторона веселья. Концерт к открытию чемпионата WorldSkills на сцене возле дворца Спорта Кристалл привел к настоящему парковочному коллапсу в микрорайоне. Площадку для артистов обустроили как раз там, где обычно люди оставляют свои автомобили. Закономерный и печальный итог. Пострадали газоны во всех соседних дворах. Водители парковались где и как могли. «Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни», – писал китайский философ и мыслитель Конфуций. Для Алексея Кулешова делом его жизни стали путешествия. Уже 10 лет он идет вслед за летом. Вместе с супругой посетил 58 стран на четырех континентах. На Сахалин приехал, чтобы поделиться опытом и научить островитян ездить по миру без особых затрат. На встречу Алексей рассказал о видах путешествий и зимовок, об особенностях оформления виз и различиях в менталитете жителей разных стран. Соответственно, время и деньги – они взаимнозаменяемы. И если у вас чего-то одного много или чего-то там наоборот мало, то, соответственно, используйте эти ресурсы в тех пропорциях, в которых они у вас есть на данный момент. Уже три года Алексей является президентом Академии вольных путешествий. Академия – это клуб друзей, увлеченных автостопом и перемещениями по планете пешком. Единомышленники в поездках не пользуются услугами гостиниц и турфирм, а также не ищут транспорт, который бы доставил их в заданную точку. Средство передвижения вольных путешественников – любая попутка, где есть свободное место. Команда выработала золотые правила настоящего туриста. Пьянство и путешествия – вещи совершенно несовместимые. Я вообще в целом по жизни веду трезвый образ жизни. Кто-то, кто не хочет, допустим, постоянно отказываться от алкоголя, может, кому-то он нужен, по крайней мере, в путешествиях старайтесь от этого воздерживаться. На своем примере Алексей показал сахалинцам – путешествовать можно в любом возрасте, главное – желание. А если мир – это книга, то каждое новое место – это ее отдельная страница. Как проводят летние тренировки сноубордисты и горнолыжники? Ответ наша съемочная группа нашла на озере Малый Чебесан. Там третий год подряд работает база в режиме вейк-парка. Так что, держась за трос и следуя за катером, спортсмены получают возможность скользить по воде, используя знакомую технику передвижения по снежному склону. Этот палаточный лагерь – часть тренировочной программы горнолыжников и сноубордистов. График плотный и задача спортсменов – не просто сохранить физическую форму к снежному сезону. Зимние тренировки, как правило, концентрируются на технике. Сейчас есть возможность плотно поработать над выносливостью и силой. Ребята возвращаются с 50-километровой дистанции на велосипедах. Отдохнуть как следует после заезда не удастся. Скоро их ожидает тренировка на воде. Прыгаешь по волнам, делаешь 180, ну, довольно занятно. Просто так ездить – это не особо интересно, а вот что-то делать – это интереснее получается. И ноги забиваются сильно, как бы, получается, тренировка будет лучше. У таких видов спорта проблема одна – чем заменить их вне сезон? Сноубордисты осваивают доски всех видов и размеров, будь то их наземные разновидности с колесами или водные с финами. Вейкборд, конечно, далек от слаломных дисциплин на снегу, но любой тренер скажет, чем больше у спортсмена разнообразных навыков, тем лучше координация и, как следствие, понимание своего вида спорта. Это запас движений. То есть на прошлой неделе дети учились прыгать с трамплина, что тоже немаловажно. Многие дети просто боятся подъехать к трамплину. У нас даже девочка нас одна удивила, которая зимой никогда к трамплину близко не подъедет. Она в воде, она с водой, да, я буду и поехала. Ну и координация, равновесие и запас движений. Водная подготовка горнолыжников и сноубордистов на базе у озера Малый Чебесан под Озерском проходит уже третий год подряд. Нашлась возможность арендовать несколько катеров, очередь на которой сотни человек. Здесь занимается вся спортшкола и горнолыжники, и сноубордисты. Отдельная категория – сахалинские паралимпийцы. Здесь они добиваются настоящих побед. Всеволод Щеглов – один из немногих в мире человек с ДЦП, кто может встать на вейкборд. Ему пришлось целый год заниматься без особых результатов. Пока тренер не нашла подходящую методику, на помощь пришла горнолыжная ватрушка. На ней сидишь, и ты выше воды, и там легче вставать. А сейчас без ватрушки ниже, вот и встал все-таки. Это очень высокое достижение для меня, потому что мало кто встает так. Я знаю только одного человека, тоже мой напарник. Все. Сахалинская спортшкола по горным лыжам и сноуборду постоянно совершенствует методы подготовки спортсменов. Развиваться будет и вейкборд направление. В перспективе создание настоящего вейкпарка с трамплинами. Катера в котором заменят лебедки. Благодаря им спортсмены получат возможность кататься на воде гораздо дольше. Все же аренда катера – удовольствие не из дешевых. Кстати, спортшкола объявляет новый набор ребят от 7 лет. До 15 сентября можно подать документы. После все претенденты будут сдавать нормативы. По итогам 15 ребят отберут в сноубордисты, 75 отправятся осваивать лыжи. Таким был наш день. И еще больше новостей найдете на сайте stv.ru. Всего вам доброго и до встречи.